Пойдешь обжаловать их результаты, не может быть инвестиций без независимого суда, да, какие инвестиции, если там любую собственность можно отжать, да, там, рейдерские и так далее. Сейчас, поэтому мы уделяем судебной реформе огромное внимание, когда Алексей говорит, отвечает на вопрос, какие ваши три первые шага к президенту, он говорит, освобождение политзаключенных, криминализация незаконного обогащения, да, ратификация 20-й статьи Конвенционного против коррупции и судебная реформа. Потому что коррупция и суд это две самых главных болячки, на которых одержится система. Конкретные предложения по судебной реформе у нас расписаны очень подробно, я не слишком большой специалист и ни разу не буду их цитировать. Все два ключевых пункта там такие. Отказ от диктатов председателей судов, хотя формально у нас прописана независимость судей, но реально они все являются подчиненными председателями судов, которые распределяют дела и таким образом могут поднимать или уничтожать карьеру отдельного судов. Независимость обеспечивается очень просто, он там, не знаю, автоматическим лотерейным случайным распределением дела между судьями, а не назначением отдела председателями судов. И карантин. То есть сейчас надо пять лет юридического стажа, чтобы стать судьей. И эти пять лет юридического стажа 90% судей набираются, работая с инвентарями или помощниками в судебном заседании. То есть судит мальчик, девочка, еще студент, параллельно с включением на заочке юридического, сидит, печатает протоколы под копирку, бесконечные, там одинаковые по 158 и 228, 95% тюремного контингента у нас. Ничего не понимают, ничему учатся, но пять лет прошло, юридический стаж, и он стоит за судьей. Это абсолютно замкнутая корпорация, в которой со стороны никакой. Пятилетий карантин. Окей, секретарь или помощник может стать судьей, но если он перед этим пять лет работает в академии, в преподавании, в юридической науке, в адвокатуре, еще где-то, посмотрит на жизнь, это существенно изменит качество действия. Пожалуйста, что лично. Силовикор бюджет, вероятно, раздутый, 34%, до какого-то попросту надо сопрощать, но надо, из-за того, если тут какая-нибудь нет. Долго, его надо сокращать с долгами развитых стран, и сокращать не на сколько, практически, потому что он сам уменьшится до 17%, если мы бюджетный расход в два раза повысим, а на это есть деньги в коррупции, в закупках госкомпаний. То есть, еще раз, снижение неэффективности в закупках госкомпаний позволяет увеличить бюджетные расходы в два раза, и, как ни странно, если их увеличить в два раза по всем статьям права военно-полицейского бюджета, то доля расходов на образование, на здравоохранение, на дороги и на житка в российском бюджете магическим образом станет абсолютно сравнимой со среди европейской. А сейчас она как раз примерно в два раза меньше, а военно-полицейских расходов в два раза больше. Ну и, конечно, военно-полицейский бюджет тоже, когда он станет в 34% ВВП и 17% ВВП, что, опять же, сравнимо с европейскими странами, тем не менее, тоже должен контролироваться и расходоваться эффективно, не по-сердюковски, то есть, и там тоже должна быть прозрачность в этих закупках и так далее, но, как само собой разумеется. Да. Вот там рука. Да, девушка. Здравствуйте. Скорее, не вопрос, а просьба. Не могли бы он по борьбе с коррупцией разобраться с работой страховой компанией? Какого отношения Навального к принятию натурального размещения ущерба? Это очень свежая тема. Натуральное размещение приняли, пока он был в светприемнике, поэтому я пока не знаю его мнения по этому поводу, но ко мне уже есть делегация автомобилистов и автоправозащитников с этим натуральным размещением, я буду на следующей неделе встречаться. Мы будем разбираться с этой темой и вырабатывать все мнения по этому поводу, пока ответов нет. Вот табличка и рука, и на этом все, мой голос. Вопрос по приватизации и по кадастровой стоимости. Кто-то будет? Я не разбираюсь в этой теме, не хочу выглядеть экспертом по всем вопросам, отвечая на вопросы, вторых, я нифига не понимаю. Пожалуйста. Я не взял с этим. Скажите, у кого-то появилась сдача, у вас появились деньги, кто затронул за год. Какой ответ вы не посмотрите, да, банально, в обмене станции места и так далее. В каждом регионе спрашивают, а будет ли что-нибудь там про Ткачева, да, будет ли что-нибудь про нашего губернатора, будет ли... К сожалению, фронт расследований куда больше, чем скромные возможности. ФРБК работает 30 человек, в отделе расследований из них работает 6 человек, да, это маленькая структура, которая финансируется тоже вашими пожертвованиями, и наши ресурсы далеко не безграничны. Но в рамках компании, в рамках деятельности ФРБК у нас впереди много прекрасных, замечательных расследований. Друзья, спасибо вам огромное, я старался как мог ответить на все вопросы, я хочу кратко прорезумировать, чтобы вы не забыли, потому что мы говорили все-таки про политику, а я хочу вернуться к технике, потому что для меня самое главное. Красная, 165-21, штаб, с понедельника по субботу с 11 до 20, Мирослав, координатор, первый месяц на настройку агитационной машины, чтобы с каждым волонтером поговорить и понять, как каждый волонтер готов помогать участвовать в компании, дальше агитация, сбор подписей, дальше обучение наблюдателей, это две основные задачи. Приходите в штаб, штаб всегда для вас работает, с понедельника, штаб всегда для вас работает. Последнее, очень важно, пока мы с вами разговаривали, ого, больше полутора часов, пока мы с вами разговаривали, Артем Олегович Эл перевел нам 170 рублей. Я, потому что не знаю, как вы имели смс-ки от Сибербанка, так как вы, Карина Олеговна Б перевела 200 рублей, Вероника Владимировна Шар перевела 100 рублей, Руслан Андреевич К-250, Роман Сергеевич Ч-1000 рублей, Сергей Александрович Б-500 рублей, Владимир Николаевич Б-100 тысяч рублей. Понятно, теперь откуда. Игорь Васильевич Б-100 рублей, Василий Борисович Б-500 рублей. Это, так сказать, поступление на счет компании Навального вот за последние полтора часа. Я это все к чему? Все, что у нас есть, наши штабы, наши координаторы и наши инфекционные материалы, это выстрадано вот этими там переводами по 100-300-900 рублей, которые для каждого из людей, которые поставили вполне не лишние и часто там далеко не вот так просто они могут это. Поэтому там у входа есть стол, наклейки, стикеры, листовки и так далее. Но отнеситесь к ним серьезно. То есть, если вы взяли стикер, это значит, что вы будете с ним ходить. Если вы взяли большую автонаклейку, значит, вы ее наклеите и будете с ней ездить. Если вы взяли листовки, значит, вы их раздадите. Окей? То есть, это все живые деньги. Таких же людей, как вы, они должны работать, а не профукиваться, иначе это просто нехорошо по отношению к ним. То есть, у нас не раздача сувениров, у нас распространение агитационных материалов, которые будут работать. Договорились? Спасибо еще раз всем большое. Спасибо. Сейчас посмотрим, что будет в коридоре. Портфель не забудь. А, ну давай, на тогда вот это вот возьми, вот это. Ну, конечно. Может, это будет? Конечно. Ты дожишь? А, ты меня в Перископ сфоткаешь, да? На твой. Будешь фоткаться, нет? Я могу прекратить трансляцию. Да ладно, лучше не надо. А твой? Да, наверное. Да, да, я постараюсь. Посмотрим, смотря, что на выходе будет, а то, может, не смогу. Это лагерь у Перископа. А может быть, и связь глушит? Да не буду я выключать, но смотря, что на выходе, может, телефон разобьют. Можно? Да. Фоточки тоже должны работать. Биты не должны тратиться зря. Фоточки нужны в соцсетях. Ваши впечатления о мероприятиях в соцсетях. Все это тоже агитация, все это тоже работает. Отлично. Спасибо. Люди не спешат уходить. Не, тут Казак есть за нас. Да. А у вас все это коронавирует. Сейчас, сейчас, сейчас. Как у тебя камера включается? Она включи. На столе есть андроид-зарядка, чтобы ты и кем-то в зале. Руслан, а помоги с селфи-сессией, чтобы она шла быстрее, иначе она будет продолжаться сейчас. А если ты как-то всех организуешь, то это будет лучше. Давайте можем сделать очередь одну, механичную. Ну, или там, может, по нескольку человек просто сразу, и все? Так будет чисто. Давайте в общем фотографию, да и разойдемся. Каждый для себя. А где представитель штаба? Нет, просто, вставим, вставим, вон там, в Ярослав. Идешь сфоткаться? Да, ладно, уйдем еще. Потом мне телефон, тут проходим, за счет. Ярослав убежал. Да, что-то потеряли представителя штаба. Ну, вот как-то так. Все, кто не подписал письмо, могут еще подписать, не забывайте. Какое письмо? А, там, регистрация. Нету его, убежал. Еще успеете, в Краснодаре в понедельник штаб открывается. Придете, лично и возьмете. Думаю, это не составит проблем. Все, поехали? У меня. Бомбу, наверное, приехали искать. Представители власти подошли. Вообще, слушай, тебя поздравили на мероприятии успешно. Они уже были, это те, которые в ходах гоняли. Стоят уже успешно. А вот теперь сейчас будет весело на выходе. Возьми мне наклейку на телефон. Вот такую. И вот эту можно. Можете себе оставить на памяти и сходить. Да, надо теперь наклеить на телефон. Вот наклеечки раздают. Люди в коридоре сейчас же порососались, насколько мы понимаем. А там неизвестно. Подержи. Я застегнусь. Телефон твой где? У меня в кармане. Ну что, гол? Держи. Так, на выходе уже людей нету. Вообще, по сравнению с тем, что тут было, тут вообще просто... Тут вообще пройти нельзя было. Может быть, у входа кто-нибудь еще раздался. Плакаты, плакаты, крики держали людей, не давали заходить. А плакаты все одинаковые, печатали им вообще без фантазии. Да. Там, по-моему, один или два вида плакатов было, и все. И на этом все закончилось. Причем стояли абсолютно все, исключительно какие-то студенты. И, по-моему, и вдоль этих, вдоль стен вот здесь вот, получается, стояли казаки. Ну, люди в форме, прям в казаче, стояли, короче, и просто что-то там кричали непонятное. Еще перед входом, поищите в интернете, я думаю, найдется пара видосов. Короче, были эти ростовые буквы, по-моему, Винни-Пуха, Ослика, Яич. Кстати, уже видео есть в интернете, где нам не давали зайти. А, нет, нет. Вообще, все разосали. По-моему, все ушли, по-моему, заплатили им только за час-полтора. Ждать было лень. Да, ждать было лень. Дальше не проплатили, продлевать не стали. Мы в конференц-зале, на, не помню, какой улице, встречу перенесли, не в штабе, потому что много людей было. С понедельника открывают штаб. С 11 часов, красная, по-моему, 160. Так, что это, наша или не наша? Наша, без плаката, значит, наша. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Вот, казаки нас добро встречают, очень добро. Не, я думаю, это, которые нормально остались. Нет. Они как-то посмирели, нет? Да нет. Ну ладно. По-моему, нет. Ну, в принципе, удачно вышли, все же, уже никого не было, заплатили им, видимо, только за час. Все же, да, заплатили им мало, раз не дождались. Ну, там еще кто-то, что-то орали в самом начале еще встречи. Да, кричать пытались, сорвать все, то есть, не пропускать. Полиция, полицию вызвали, потому что устроили беспорядки, с плакатами ворвались, пытались сорвать. Да, просто пришли левые люди с плакатами. Не впускали в зал, пришлось вызвать полицию. Видимо, может, поэтому их больше здесь и нет. То есть, пришлось вызвать полицию, чтобы она охраняла это помещение полностью. Вот я проходил, вы видели, да, полностью по всем коридорам, по всем этажам была полиция. Вот, и не в пыта, и полиция, и вот вдоль всех стен, здесь вот кадыки, и всякие прочие чуваки, это было довольно... А еще просто говорили, где-то посреди есть, с этим плакатиком Навального, нет? Ну, не суть, пошли. Ну, да, потому что, когда мы заходили, зайти вообще нереально было. Видите, все же полиция всех разогнала, потому что это был пиздец, ребят. Просто тупые малолетки, студенты стояли с кучей вывесок и что-то выкрикивали непонятно что. Вывески, извиняюсь, не вывески, плакаты. Плакаты все были однотипные, просто однотипные. Перечеркнутый Навальный. В интернете, забейте видео, оно уже есть, люди вон уже смотрели. Да. Пипец. Причем, реально стояли именно молодые ребята-студенты. Почему? Потому что вот, что ты мне подсказываешь? 22 года, ну, наверное, да, я малолетка. Много таких случаев, в Краснодаре тоже забирали на митинги людей. Да, на митинги прям рассказывали, у нас сама встреча, то что типа... И на митинге кинули гранату, какую-то там дымовую, дымовую шашку на митинге, на митинге кинули в Краснодаре. Короче, такие типа... Я думаю, вы все это слышали. Полицейские при этом никак не отреагировали. Да, один из... В трансляциях об этом разговаривали. Да, короче. Плюс, там еще, короче, были провокаторы какие-то. В общем, их нашли, ну, находят, в общем, их сняли на видео, те, кого нашли, кто провоцировал драки и прочее. Ну, я думаю, им достанется. Больше они не пойдут на такой хереню, короче, не будут подписываться, если их не выгородят. Скажи, что про Чечню Волков сказал. А что он сказал? А то сколько сумок к нему ходит. И, в принципе, он ничего практически про Чечню не сказал, просто озвучил, озвучил. Сколько, 60 миллиардов, по-моему, ежегодно туда сливается, как в черную дыру. И на этом решил закончить. Как-то так. Еще вопросы? Вам спасибо, распространяйте видео, голосуем за Навального. Всем спасибо, до свидания. Мы кушать. Приятного аппетита нам. Спасибо.